Друзья, всем здравствуйте! Прямое включение из Санкт-Петербурга Площадь Ленина Сегодня проходит митинг Против повышения роста тарифов На транспорт, на ЖКХ, на водоснабжение Против транспортной реформы Которую готовит правительство И непонятно вообще, что они собираются готовить Поэтому сегодня Оргкомитет из 15 движений и партий Организовывать митинг В защиту граждан петербуржцев Против людоедских реформ и тарифов Поэтому кто из Санкт-Петербурга Подключайтесь, приходите Мы здесь будем на площади Ленина До где-то 16 часов Делитесь, пожалуйста, трансляцией Пусть как можно больше людей Узнают о митинге О тех проблемах, которые сегодня будут звучать О тех решениях, что нужно делать Поэтому будем очень благодарны Митинг должен был начаться в 14 часов Небольшая задержка Поэтому буквально с минуты на минуту Через 2-3-5 начнется Поэтому подключайтесь И пока распространяйте Напомню только, что с 2020 года В Петербурге ожидается рост тарифов на транспорт Значит, сейчас метро разовая поездка стоит 45 рублей Будет 55 рублей И по тем поправкам, которые были внесены в бюджет Скорее всего, это будет неоднократное увеличение Есть подозрение, что вырастет до 60 рублей поездка на метро Наземный транспорт, троллейбусы, автобусы Сейчас стоит 40 рублей разовая поездка Вырастет до 50 рублей И тоже, скорее всего, ожидается еще одно увеличение То ли весной, то ли летом Пока непонятно Насчет транспортной реформы Ну, хотят сократить несколько сотен маршрутов Были общественные слушания Чисто формально Жителей никто не слушал Предложения их не учитывались Поэтому абсолютно недовольство И жители, в том числе, недовольны Что у них отбирает удобный маршрут исследования По тарифам на ЖКХ росту Капитальный ремонт вырастет в два раза То есть сборы на капремонт в два раза вырастет Соответственно, если сейчас платят по 4-5 рублей за квадратный метр По капремонту взносы То вырастет до 9 рублей Соответственно, например, можно посчитать Квадратный метр умножить на 5 рублей И вы поймете в месяц, сколько будете доплачивать за капремонт Капремонт Это несколько сотен рублей Насчет водоснабжения Здесь вообще хохма Правительство настолько радуется Что они снизили темп роста Повышение тарифов на водоснабжение Что они вовсю это пиарят И вовсюду это популяризируют О, смотрите Стоп тариф Но на самом деле тоже по водоснабжению будет увеличение И вот по этим людоедским, так их назвали Тарифом сегодня собираются на митинг Несколько партий Роста, СССР Объединенная коммунистическая партия Коммунисты России РСД Российское социалистическое движение Из партии, кто там, Левый фронт еще Если я кого-то не назвал, прошу прощения Из движения, это Объединенные перевозчики России Красивый Петербург Это Гид Россия Это Бессрочный протест Это Я Гражданин Порядка 15 организаций Которые объединились в оргкомитет Для проведения этого митинга Потихонечку собирается Вся площадь окружена автозаками Автобусами, полицейскими Здесь есть даже эта маршрутка Которая разминировать Вот смотрите, сколько пазиков На береговой тоже еще есть катер Здесь был вертолет Ну все как полагается Для митинга, против повышения тарифов Все как есть Потихонечку готовимся Сейчас я выйду, пройдусь Тут надо еще пару организационных моментов Меня зовут Красимир Вранский Я сегодня для Активатики Специально делаю трансляцию Я просто не организатор И мне тут надо еще состыковать два момента Поэтому вы не удивляйтесь Если какие-то оргвопросы Будут звучать в трансляции Все в рабочем порядке Прессы тоже очень много Я удивлен, что заинтересовались При условии, что Сегодня в городе проходят Еще четыре крупных мероприятия Сейчас в данный момент У СКК проходит народный исход И акция Потом в Муринском парке Закончилась только что Акция сердца Муринского парка Защиту парка До этого утром проходила Инспекция в центральном районе Один из парков Местные депутаты Активисты хотели Обсудить благоустройство парка И происходила некая такая инспекция Поэтому Петербург богат на акции Каждые выходные Так, все, я освобождаю сцену Делитесь трансляцией, друзья Андрюх, привет Ты скажешь пару слов У вас 14-го же эта штука Байкот, да, байкот метро Считаем, что символично имеет Со сцены Со сцены, наверное, нет Много выступающих Поэтому я позже кудаю Если захочешь сказать Ты подойди Запишись у Саши Руси Актуальная тема По которой мы встретились сегодня Касается каждого жителя Нашего города Касается также гостей Нашего города Которые приедут к нам В 2020 году И столкнутся с тем Что жетоны у нас на метро Также проезд во многоверном Общественном транспорте Повысится на 25% Также для жителей города Очень актуальная тема Повышение тарифов за капремонт Ну и выключение дежитыха Есть минута? А я про сцены Хотите сказать Давай, давай По трансляции Могу рассказать смешную историю Про зашедшую по дороге сюда Я зашел в копийцентр На политехнической Напечатать плакат Рост тарифов выбрал ты Проголосал за беглого Или не придя на выборы И мне отказали По политическим причинам Вот такая у нас жизнь Вот до этого мы догадались Потому что там нет метро И соответственно Отмена маршрутных такси Очень сильно скажется на них И поэтому мы пригласили всех вас сюда Потому что мы считаем Что вот эта реформа Просто задовесная Она скажется в отрицательности На всех На каждом жителе нашего города Потому что Нет, дело не в этом Ну сколько можно Реально уже Лезут в карманы Лезут Где из коммунистов России Кто будет выступающий Кто из вас будет выступающий Можете мне Можете, чтобы мы его записали Где он? Я его ищу Просто не могу найти Я дал ОТР интервью Можно? Можно? Нам на трансляцию Для активатики Фейсбука Дашь интервью? Конечно Ну, меня зовут Александр Кемельков Гражданский активист Петербурга Ну что можно сказать? Вот, говорит По подорожнику Будет, дескать, ерунда Я вот посмотрел Сейчас автобус Троллейбус Трамвай 31 А будет 37 Что все замалчивают То есть это 6 рублей Туда-сюда 12 А если два вида транспорта Ну считайте Не надо никаких иллюзий Здесь собрались люди Которые прекрасно понимают И знают ответ на вопрос Кто виноват И Дроссовское правительство И Дроссовский парламент Обеспечивают принятие всех этих решений Не хочу тратить даже время На эти решения Логика и философия их простая Выборы прошли Время грабить горожан Так было в 16-м году Так в 19-м году Все одинаково Эти люди уверены Что от власти их не отстранят И поэтому наша с вами общая Раз уж мы здесь все вместе собрались Общая, позитивная Именно позитивная программа Соключается в том Что мы хотим отстранить Этих людей от управления городом Это и есть позитивная программа Невозможно никаких изменений Без этого Их не интересуют наши взгляды Либералты, коммунисты Им все равно Они будут грабить Потому что им нужны деньги На самолеты для жен и любовниц Дальше что они? Планеты начнут покупать О чем мы говорим? Какие тарифы? Какие маршрутки? Нет такой повестки у них в головах И поэтому у нас в головах Должна быть адекватная повестка Повестка отстранения этих людей от власти И это можно сделать И это можно сделать на выборах В законодательное собрание Если действовать по умному Как мы действовали на муниципальных выборах А не по тупому Как мы действовали в 16-м году Они то же самое хотят сделать Несколько слов об этом, друзья Потому что здесь люди понимающие А это важно Они планируют по спискам Поделиться мандатами Ну понятно Единая Россия теряет популярность Но по округам 25-ти они рассчитывают На простую схему 5 парламентских оппозиционных партий По 15-ть процентов 75-ть Как несложно посчитать И 25-ть единоросс И 25-ть мандатов Как они сделали приблизительно в 16-м Так они собираются сделать в 21-м Наша задача, друзья Этому противостоять Действовать по умному Если пойдем как обычно Вперед на грабли Каждый начнет вымекать Своих кандидатов Как уже пошел процесс По додовыборам Вот в округе Который освободился И со смертью депутата Будет ровно такой же результат Если мы хотим все время По этому кругу идти Если мы все время Хотим выяснять различия между нами Бесконечно участвовать В этих раскладах Может мы попытаемся Изменить расклад Может уже понятно Что в рамках этого расклада 2-3 мандата В ту или другую сторону Не делают погоды Нужно ставить задачи Которые требуют от нас граждане Они не поддерживают Единую Россию А оппозиция Своими действиями Тупыми Идет в теме к тому Что большинство получает партии Которые не поддерживают Большинство населения Даже при всех Кальсификациях Я настаиваю как горожанин На то что парламентские Оппозиционные партии Я не имею ввиду Конечно ЛДПР Я имею ввиду Я имею ввиду И Рост И Яблоко И СР Начали этот процесс Подключили бы Независимых Девок Которые избраны сейчас Вот это Мне кажется Ключевая задача Адекватная Тому О чем рассуждают Они будут Грабить дальше Этого не изменить Их нужно Отстранить от власти И в этом должна быть Наша общая задача Друзья Давайте ее решать Спасибо Друзья Радно осознавать Что среди Городских парламентариев Которые занимают Принципиальную позицию И пришли сегодня Нас поддержать Наши требования Наш митинг Максим Резник Не одинок Мне бы хотелось Передать микрофон Депутал от партии Справедливая Россия Надежде Геннадьевне Тихонова Здравствуйте Дорогие друзья Мне очень радостно Что здесь Представители Левого фронта Что здесь Коммунисты Что здесь Социал-демократы Конечно Это левая повестка Мы Партия Справедливая Россия Выступает Категорически Против Реформы Общественного транспорта Категорически Против Повышения Тарифов Почему 14 миллиардов Из бюджета Выделено На эту Реформу 44 миллиарда Выделено На Компенсацию Перевозчикам Это наши Деньги Деньги Горожан И они Еще поднимают Тариф То есть Горожане Заплатят Дважды За эту Якобы Реформу Которая Нам не нужна Отменяем маршрутки Зачастую Из отдаленных Районов города Это не добраться До центра И люди В шоке Мы получаем Массу Писем Что Эту маршрутку Сохраните Мы переживаем Как мы будем Добираться До работы До школы Возить детей И так далее Нужно Развивать По другому Общественный Транспорт Сначала Сделать Все возможное Для социального Транспорта Строить станции Метро А только потом Убирать маршрутки Нужно Очень взвешенно И грамотно Подходить К этому вопросу Кроме того Партия Справедливая Россия Региональное отделение Направили Обращение В Генеральную Прокуратуру С требованием Проверить Реформу Так как Мы убеждены Что это Создается Новый Монополист В виде Губ Пассажир Автотранса К чему ведет Монополия Партии Власти Мы все Видим Я согласна Автотранса Максимом Брестников Монополия Партия Власти Не в интересах Ведет Свою Детям Не в интересах Наших Жителей Нашего города Мы на муниципальном уровне Доказали Что мы Можем Победить Единую Россию 21 год Все в наших руках Мы действительно Должны Объединиться И сказать Нет Монополии Партии Власти Которая Ведет Монополизация Других сфер Сверхи КХ И в том числе И общественного транспорта Стоп Тариф Стоп Тариф Стоп Тариф Стоп Тариф Спасибо, что пришли Большое спасибо Надежда Сейчас Я приглашаю Сюда на сцену Павла Кондрашова Координатора Партии РОС В Кировском И Красносельском Районах И муниципального Депутата В муниципальном Округе Ульянка Добрый день За эту реформу Стоп Тариф Стоп Тариф Его термос Короче Следующие у нас Будут когда Сборы В пользу Полицзаключенных Или еще кого-то Этот термос Я предлагаю Выставить Потом На аукцион Такой прям Супер термос Потому что Сотрудники полиции Сказали Что Ну Он может быть Использован В качестве оружия Поэтому Уникальный термос И В принципе Кто хочет им завладеть Уже сегодня Можно открывать торги И у нас тут Вот коробочка Кстати Есть для сбора средств Для сбора пожертвований Я надеюсь Борис Лазаревич Пожертвует своим термосом Кто больше кинет Пожалуйста Термос Бориса Лазаревич Так Вот Так и начинают Уже распродавать Личное имущество На общественную пользу Я кстати Полицейским говорил Какое это оружие Вы говорите Можете им травму нанести Кому-нибудь Я объясняю Что я травму могу И рукой нанести Будете Руки отрубать Перед входом На митинг Как-то ответы не портят На самом деле Друзья Мой маразм Крепчает К сожалению И мы это видим По всему происходящему О чем я хочу вам сказать Все то Что мы наблюдаем Сейчас Связанное Из платы За проезд Из платы За капремонт Из транспорта За реформой Это все Описывается Одним словом Воровство Нас хотят Ограбить В надежде на то Что сойдет с рук Что смолчим Я вот перед митингом Сел И накопал Парочку простых Очень цифр Понятных Наверное Даже от депутатов Законодательного собрания От единой России За четыре года Инфляция Которая учитывается В бюджете Петербурга От которой должны Отталкиваться Все расчеты 27 процентов 27 Запомните циферку Вторая цифра Рост платы За проезд За эти же годы 77 процентов То есть рост Тарифов На общественный транспорт Втрое Выше инфляции Не надо быть доктором Экономических наук Чтобы понимать Что это такое Это воровство И есть Это попытка За счет наших Карманов Получить деньги За то Пол миллиарда На полицию В бюджете города На следующий год Вот на тех самых В том числе Которые там стоят Ладно что они С Тормсом то не пускают Это в конце концов Мелкий анекдот Но то что почти каждый день Людей задерживают Даже за одиночные пикеты На улицах Вот благодарность им За разгоны митингов За аресты За содержание В камерах Пыточных условиях Пол миллиарда Из бюджета города Одним махом Хотя это федеральная структура Посмотрите что Происходит Можно было Ограничить рост тарифов На проезд Запросто Всего то Нужно было Сумму Около Трех миллиардов Рублей Почти то же самое Что мы С барского плеча Кинули на очередные Проценты Для Консессионеров Западного Скоростного диаметра Я пытался Внести поправку Чтобы им денег Этих не давать Ограничить Плату за проезд Поправку Отклонили Зато приняли Поправку Губернатора Сокращающую Субсидии Перевозчикам Вот Поймите Каждый раз Когда городской парламент Принимает бюджет Этим он Заранее Говорит о том Что будет в том числе С тарифами И когда Единая Россия Не приходя в сознание Голосует за поправку Губернатора По принципу Как приказали Это она Голосует за то Чтобы мы все С вами Дороже ездили На общественном транспорте То же самое Планировалось Повысить на рубль С квадратного метра Хотят повысить вдвое Хотя в бюджете Написано Повышение на рубль Почему хотят Двое повысить А неизвестно Правительство хочет И все Ни у кого не спрашивает Мы сейчас Вот говорили С Надеждой Тихоновой Уважаемой Я надеюсь Что И справедливая Россия И другие Аппозиционные фракции Ко мне присоединятся Выступят Вместе с автором Очень простого Закона проекта Чтобы плату за капремонт Устанавливалось закон Чтобы дело с законом Борода А не правительством Как сейчас Да я все понимаю Про нынешний ЗАГС Но он не вечен Он изменится обязательно А самое главное Что если депутаты Будут понимать Что устанавливают это они И что потом За это могут На выборах наказать Они иначе совсем Отнесутся к таким вещам Транспортная реформа Дорогие друзья Но это просто И в какие уже ворота Не лезет Меня знаете Что потрясло Читаю Господина Беглова Говорит Нам наверное Год полтора Придется потерпеть Кому Придется потерпеть Ему Вы когда его видели В общественном транспорте Одни будут устраивать Реформу Отменяем маршрутки А другие будут Полтора-два года терпеть Это кстати Общая проблема Наших реформ Уже 30 лет Те кто реформы проводят Почему то Их результаты На себе не испытывают Результаты на себе Испытывают Совсем другие люди И вот К сожалению Те кто На выборы губернатора Или не пришел Или Беглова поддержал Такие тоже К сожалению были Или Не очень активно Добился от того Чтобы на выборы Допустили Реальных Оппонентов Вот они По сути Комиссовали За рост тарифов За рост платы За каприбант За транспортную реформу Давайте не повторять Этих ошибок Чтобы нас бы Не могли Грабить И дальше У нас выборы Через два года Я думаю Что у нас есть Все возможности Сделать так Чтобы городской парламент Был не только местом Для дискуссий Но местом Где представляют Интересы граждан А не местом Где сидит Единая Россия Опустив глаза в пул Нажимает кнопки Как приказали По принципу Чего изволите Вот если это будет То будет другой парламент То у нас будут Другие тарифы У нас будет Другая плата За каприон У нас будет Другой город Я совершенно уверен Что мы можем С вами вместе Этого добиться И последнее Я еще летом Говорил Видимо это было Расценено Как неслыханное Оскорбление Что городу нужен Умный губернатор Не случилось К сожалению Но я надеюсь Что это была Не последняя попытка И это у нас Еще обязательно Произойдет Потому что Наш город Заслуживает Совсем Другую власть И совсем Других решений И тогда Не надо будет Собирать митинги Против повышения Тарифов И не надо будет Собирать митинги За честные выборы И не нужно будет Каждый день Вытаскивать Людей из полиции Вот когда Власть будет Для людей И служить людям Тогда будет Совсем иначе И надеюсь Что вместе Мы этого с вами Добьемся обязательно Спасибо всем Кто пришел Большое спасибо Борис Лазаревич Следующий Аратов Представитель партии Справедливая Россия Кристина Черемных Подготовиться Сергей Беляев Уважаемые петербуржцы Дорогие друзья Вот Городское правительство Подготовило нам С вами Очередной В кавычках Подарок Это повышение Цен на транспорт На 10 рублей Марина Анатольевна Шишкина Руководитель Петербургских Справедливых Росов Направила уже По этому поводу Обращение В Генеральную прокуратуру Чтобы они проверили На Крупциогенность Транспортную реформу Но пока Прокуратура молчит Городское правительство Нам с вами Говорит Что на Обычных Жителях Мол Транспортная реформа Не скажется Что это Для туристов Но Давайте посмотрим Ведь это же Очередная неправда В среднем Каждый горожанин Совершает Где-то 4 поездки В день 2 в одну сторону 2 в другую Это как минимум А то и больше При стоимости Проезда 55 рублей Это 220 рублей В день То есть 6800 рублей В месяц Минимально А то и 7 8 А то и 12 По данным Растата У нас Средняя заработная плата В Петербурге 59 тысяч рублей Но скорее всего Эти данные Завышены Реальная зарплата 40 Ну и как После таких цифр Горожане Не могут почувствовать Повышение тарифов На транспорт Более того Перед выборами Перед губернаторскими выборами Нам обещали Что коммунальные услуги Не повысятся В цене Но Мы с вами получаем Все розовые квиточки Которые подорожали И при этом Из городского бюджета То есть Из нашего с вами Кармана Были выделены 3 миллиарда рублей Теплоснажающим Организациям За то Чтобы им Компенсировать Недополученную прибыль Вы знаете Мне кажется Что мы Все живем В разных реалиях С чиновниками И может быть Конечно И все равно Повысится цена На транспорт Или нет Вот Дмитрий Ильянович Медведев Вообще считает Что у населения На 7% Выросли доходы Что инфляция У нас На минимально Низком уровне Что в принципе Безработица У нас очень маленькая Но мы то с вами Видим каждый день Что цены на продукты Космические Подорожали в магазинах Мы видим Что коммуналка растет И в принципе Многие горожане Вынуждены ехать На какие-то подработки В ту же самую Москву Но при этом Жить стало лучше Жить стало веселее Задавать какие-то Вопросы чиновникам Почему они Не посоветовались Горожанами Почему они Не проводили Публичные слушания Где обоснованность Повышения цен Есть ли у них В принципе Совесть И в своем ли они уме Это наверное Все таки бессмысленно Но мы то знаем С вами ответы На эти вопросы Правильно И поэтому Мы не просто просим А мы с вами требуем Отменить повышение Тарифов На проезд На общественном транспорте Потому что Петербург Это с нами Наш город Правильно? Это наш город Это наш город Это наш город Это наш город Спасибо большое Спасибо большое Кристина Ну все мы знаем Да старую пословицу Новая метла По новому метет А у нас тут Беглов У нас тут Немножко перефразировать Можно Новая лопата По старому Кребет То есть Кребет Он и закрепает Еще как И залезает В наши с вами Карманы Ну а продолжит Я думаю Разовьет Мою мысль Сергей Беляев Редактор информационного Проекта Я гражданин И сторонник Идеи Бессрочного Протеста Спасибо Здравствуйте Сограждане Вот буквально Недавно Был в кинотеатре И увидел там Афишу Новые кинокартины Решала Нулевые Вот вы знаете Когда идет Весь Цивилизованный мир В новый 21-й Постиндустриальный Информационный век У нас в России Какие-то Решалы Какие-то Нулевые Рэкет Девяностые Когда Уже Начнем жить Сегодня В этом 21-м веке И казалось бы Почему мы туда Не идем Нас к вами туда Не пускает Государство Потому что Государству Выгодно Чтобы мы Жили в прошлом веке В каменном веке Мы пытаемся Прорвать информационную блокаду Как-то Выйти в информационное поле А нам говорят Нет-нет Не надо Давайте все назад У нас там Решалы У нас там Интереснее Там Рэкет Бандиты У нас Особый путь Но нет На самом деле Никакого В этом Особого пути Потому что Деградация Настоящая Деградация Это не Особый путь И вот Касательно информации Сколько нас Сегодня здесь Да Если вас Проецировать На 5-миллионный город 6-миллионный город Санкт-Петербург Нас здесь Ну давайте Будем честны Капля в море Потому что Нам блокируют Доступ К информационным каналам К телевидению К газетам Да Каким-то популярным Банят Скручивают Просмотры В социальных сетях И так далее И тому подобное Опять же Не все Граждане Это реально так Не все знают о том Что будет повышена Будет повышена Стоимость На проезд В общественном транспорте В метро В наземном транспорте Будут повышены Тарифы ЖКХ Вот эти взносы Закап Ремонт Об этом знают Далеко не все Но вот мы с вами Знаем об этом Да Казалось бы Но знаем ли мы Почему повышаются Эти цены Вот нам говорят Да Метро Нерентабельно Надо повысить цены Где Доказательства Где Эти документы Где нам Объясняют Что Вот метро У нас действительно Работает в минус Чтобы мы на это Посмотрели И такие Да действительно Нам этого Посмотреть не дают Потому что Нас Просто Обманывают Нам врут Нагло Врут С экранов телевизоров В этих газетах Про кремлевских И так далее И тому подобное Еще раз хочу сказать Деградация Это не Особый путь Стоп Тариф Стоп Тариф Стоп Тариф И дорогие друзья Я хотел бы Продолжить Ведь многие граждане Они Кто-то не знает О том Что повышают Стоимость А кто-то знает О том Что повышает Стоимость Кто думает Да 10 рублей Да это мелочи Это так Там 10 рублей За капремонт 10 там За дорогу Там да Заплатить Это все мелочи Не хочу выходить Наметить Не хочу Протестовать И так далее И тому подобное Так вот дорогие друзья И те кто будет Смотреть это В видеозаписи В прямом эфире В информационном поле Да даже не те кто тут присутствует У нас в городе Петербурге Завелась крыса Маленькая Усатая такая Знаете Хитрая Скользкая крыса И вот когда будете Заходить к себе домой Справа от двери Посмотрите обязательно Там маленькая норка Прорублена Сквозная И вот эта крыса Усатая На каждый день Заходит к вам домой И крадет у вас По 10 рублей Сегодня по 10 Эта крыса думает Ну ладно Ладно 10 рублей Они не заметили Своруют 20 Завтра придет 30 своруют Послезавтра 40 50 И вот когда мы будем Платить 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 Везде И поймем Что чтобы заплатить За квартиру Нам нужно снять с себя Последнее нижнее белье Вот когда мы Ой ничего себе А у нас тут крыса Оказывается приходила Воровала Да Так вот давайте Мы с вами Проскондируем Лозунг Настолько громко Чтобы эта маленькая Усатая крыса Забоялась Сбрила свои усики Чтобы ее никто Не узнал Вы кстати Эту крысу Можете на экранах Телевизор Очень часто видеть И пошла вон Из этого города Из нашего города Петербурга Беглов Пошел Вон Беглов Пошел Вон Беглов Пошел Вон Беглов Пошел Вон Протест безрочен Дорогие друзья Спасибо Большое спасибо За это зажигательное выступление Ну а я передаю слово Моему товарищу Представитель объединенной Коммунистической партии Ирины Камуловой Депутата законодательного Собрания Петербурга Пятого созыва Здравствуйте друзья Каждый год Практически нам повышают Власти Цены за проезд Каждый раз мы Боремся За 5 рублей Еще за 3 рубля Но на самом деле Ведь Мы же понимаем Что Вообще-то транспорт Есть услуга Это почти государственная Уже услуга И соответственно Тот кто ее предоставляет Тот и имеет право Устанавливать цены Поэтому Давайте будем реалистами И давайте потребуем Невозможного В нашем Миллионном городе В нашем Мегаполисе Когда люди Для того чтобы только Доехать до работы С одного конца Вынуждены города Ехать на другой Когда они Вынуждены Тратить на дорогу До работы Почти 10% От своего Собственного Заработка Общественный транспорт И ее Бесплатный проезд На общественном транспорте Это такая же Общественная необходимость Такое же Наше Неотъемлемое Право Как право На бесплатное Образование И бесплатную Медицину И давайте Потребуем Бесплатного Проезда Потому что Хватит уже Бороться За 5 рублей Мы имеем право В нашем городе Ездить бесплатно Мне скажут Это чушь Мне скажут Это невозможно Ну почему Несколько десятков Городов Во всем мире Уже перешли На бесплатный проезд И при этом Это города Которые рядом Не стоят Санкт-Петербурга Ни по уровню Походов От туризма Ни по Качеству И количеству Налоговых резидентов Которые у нас Платят налоги Это можно Мне говорят Ну что вы Наш бюджет Не потянет Такие затраты Ну во первых Тут и действующие Депутаты уже говорили По поводу того Что потянет Что не потянет Наш бюджет Объяснить Все очень просто Давайте перестанем Поддерживать Уважаемую власть Давайте перестанем Поддерживать Ваших дружественных Инвесторов Русской социальной Ответственности Как сейчас любят говорить Давайте перестанем Заниматься В градостроительстве Гегантоманией Переносом Каких-то Улиц Давайте перестанем Кормить ЗСД Давайте перестанем И не будем Больше вписываться В другие подобные Проекты В конце концов Давайте перестанем Поддерживать Секи чужие Хотелки Сумасшедшие Типа перевода Университетов В поля Под Санкт-Петербургом И деньги появятся Если встает вопрос Что их все равно мало Ну что У коммунистов Есть ответ И на этот вопрос А давайте мы все-таки Введем ответственность Работодателей За то Что они платят Воплата В конвертах А давайте Введем ответственность Работодателей За то Что у нас Трудовых договоров Они заключают Гражданско-правовые И тогда Наш бюджет Просто лопнет От налогов Почему власть Этого не хочет Но в конце концов Это все Возможно И это все Межполитическая воля И мы требуем От нашей власти Чтобы она Эту волю проявила Мы в нашем городе Имеем полное Слободное право И нам это необходимо Это есть А повторяю Общественная необходимость Транспорт То общественный транспорт Должен быть бесплатным И мы это требуем Призываем вас Присоединиться К нашему требованию Общественный транспорт Должен быть бесплатным Общественный транспорт Должен быть бесплатным Это наш город И нам решать Кто здесь ездит бесплатно А кто за деньги Почему только Человеки могут себе Это позволить Нет Это должен позволить себе Каждый Работающий в нашем городе Каждый Кто учится в нашем городе И все Кто живут в нашем городе Должны ездить Здесь бесплатно Спасибо Спасибо, Ирина. Следующий выступающий, представитель боевой организации, хорошо известной в нашей городе, Объединения перевозчиков России, Сергей Владимиров. Всем добрый день. Друзья, рад вас всех здесь видеть, слышать. Много на самом деле говорили. Говорили правильные слова, хорошие слова. Говорили, как все плохо, как у нас там правительство неправильно все делает. Но как бы мало всех говорят, наверное, что же в конце концов делать, да? Давайте попробуем вернуться немножечко в историю. Возьмем дороги, поскольку я профильное объединение, председатель этого профильного объединения, я вам расскажу немножечко про дороги. Что у нас произошло в нашей истории? Первый раз сделали платный участок дороги на трассе М4 Дон. Что произошло с народом? Народ стал ездить и платить. Народ не стал возмущаться. Почему платный участок появился просто на федеральной трассе? Народ стал ездить и платить. Народ не спрашивал, кому он даже принадлежит этот участок. Народ не спросил. Что у нас дальше произошло? У нас дальше произошло в Санкт-Петербурге. Построен скоростной диаметр. Это был следующий платный участок. Народ стал ездить и платить. Народ не стал спрашивать, за чей счет построен этот скоростной диаметр. А это за наш счет. За бюджетные средства построены. Кому платят опять же эти средства? Народ опять не стал задаваться этим вопросом. Поэтому после этого, сейчас на данный момент, федеральная трасса Ростов М4 Дон насчитывает более 17 платных участков. Скоро ведутся еще 5 платных участков. После этого ввели систему платон на федеральные трассы. Сейчас система платон вводится на региональные трассы. Мы сейчас с вами все говорим, что у нас стали очень высокие цены в магазинах. Но в 15-м году, когда стали перевозчики, об этом никто не задумывался. Многие кричали, что цена не вырастет. С 15-го года цена выросла более чем в два с лишним раза. Это та самая система платон работает в действии. Сейчас система платон будет тоже повышать так же в цене. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что мы с вами делаем и каким образом мы с вами противостоим всем этим моментам. Буквально пару дней назад выходили таксисты тоже на митинг. К таксистам никто не пришел. Да, ребята простые. Да, ребята не сильно образованные. Но с ребятами нужно работать. Нужно работать, доносить им. Мы только объединив людей, донесем когда свою позицию, мы сможем тогда собирать тысячные митинги. А по-другому, мы с вами доросли до какого-то определенного уровня, начинаем выходить. А дальше мы не несем свою историю. Мы не рассказываем людям, мы не рассказываем своим соседям, своим друзьям. Мы не привлекаем людей, поэтому у нас такое небольшое количество. А мелочи в нашей стране не бывает. Та же самая... Почему поднимаются цены на транспорт? У нас высокая электроэнергия. Мы, Китай, продаем электроэнергию в 10 раз дешевле, чем в России. У нас высокое топливо, а у нас в топливе 70% акциза. Многие из вас даже этого не знают. Акциз – это тот самый тариф, который вкладывался, якобы вводился Медведевым, что будет убираться транспортный налог, чтобы за это платить дороги. После этого подняли акциз еще много-много раз. После этого поставили платон, якобы на строительство дорог. И все это халывается в частные карманы наших приближенных правительств. Такая вот история. Так что, ребята, распространяйте информацию, подключайтесь. Я призываю объединение, призываю к солидарности. Я призываю объединение, призываю забыть все печати и штампы. Мы все люди. Враг у нас один. Враг у нас сейчас на данный момент. Единое РСЕ и правительство. И только объединившись, мы сможем продавить... И Путин тоже, если тебе так нравится. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы мы победили в своей собственной голове всю эту историю. И только здесь. Когда мы победим свой страх, тогда мы победим всех остальных врагов. Спасибо. Спасибо большое. А сейчас сюда я приглашаю Антона Грачева, правозащитника и сторонника движения «Агит Россия». Антон Грачев, пожалуйста, скорее сюда. Мы вас ждем. Приготовится Максиму Леонова, пожалуйста. Спасибо большое, что пришли сегодня. 8 декабря. Практически юбилейная дата для многострадальных кандидатов Петербурга и многострадальных избирателей. Одним из кандидатов был также я. И многие еще до сих пор в судах основную часть времени проводят. Те, кого, скажем так, уже после победы умудрились решить мандатов. Я участвую во всей этой кухне, в том числе. Ну, что могу сказать. До 8 сентября я думал, что... Меня сложно чем-то удивить, что я разбираюсь в технологии, как это все работает. Как быть наблюдателем, как научить наблюдателей. Да, я еще, помимо правозащиты, очень этим увлекаюсь. И всех призываю вступать в какую-нибудь организацию, типа наблюдателей Петербурга, или аналогичную, которая подготовит вас для работы на выборах. Так вот, после 8 сентября, когда начались эти суды, я понял, что нифига я на самом деле не знал. И чтобы простому смертному подготовиться к выборам в 21 году, начинать можно смертно сейчас. И, в общем-то, не пожалейте. В Ютубе много материалов, посмотрите, как все плохо делалось, как это работало. Какое отношение к тарифам? Очень простое. Тут много мы обсуждали о том, на сколько сантиметров нас поимели. Но суть от этого не меняется. Нас в очередной раз поимели. К сожалению, это тоже уже как бы становится традиционной ценностью. Нас имели вчера, имеют сегодня, будут иметь завтра. Но надеюсь, что все-таки у нас какой-то иммунитет сохранился. И мы его доблестно пронесем. Светлое будущее для наших детей. Вот, и все-таки будем добиваться, чтобы как-то этому противостоять. Способ... Ну, у каждого свой. Вот я выбрал то, о чем занимаюсь. Обязательно нужно прийти самим. Обязательно нужно превратить... Может быть, это место, но, конечно, от вас бы более в центральном районе. Просто в достопримечательность Петербурга, чтобы автобусы с иностранными туристами там приезжали на площадь Трена, как на одну из достопримечательностей. И показывали, вот, смотрите, у нас здесь каждое воскресенье, каждую субботу, а еще и лучше, и каждую пятницу вечером. У нас здесь митинг. Народ постоянно бузит и, значит, свое гражданское достоинство взращивает. Вот. Все больше, наверное... Ну, соглашусь со всем, что сказали до меня. И стоп-тарифы. Это наш город. Это наш город! Это наш город! Это наш город! Это наш город! Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за выступление. Максим Ионов здесь ли у нас? Здесь ему микрофон. Гражданский активист. И минуточку потом. Борис Лазаревич просил. У него есть объявление. Потом он заглянет буквально на секунду сюда. Всем привет. Спасибо большое, что пришли, несмотря на холод и мороз. Я, как молодое покорение, хочу сказать, что студенты сталкиваются с такой ситуацией, что на дорогу уходят от двух до пяти тысяч. И приезжие люди, которые приезжают сюда учиться, или нынешние петербуржцы, которые живут здесь и учатся, тратят огромные деньги на проезд, на съем квартиры, кто живет самостоятельно. И при средней зарплате студентов, без опыта их работы, без профессии, зарплаты сейчас составляют 25 тысяч рублей. Средний заработок. И вот эти 5 тысяч, они очень сильно плют в карманах у каждого человека. И с первой варианте, получается, эти цифры, ну, еще увеличится этот проезд на 25%. И, ну, это... Это очень... А? Это... Да, это возмутительно. Вот. И я хочу сказать, что... Очень... Люди, это... Мы не большие мнения, что люди молчат. Люди... Люди сидят, правда. Вот сейчас, вот сейчас, вот, сейчас... Мы уходим, что... Мы сидят, пробуем. Они сидят, как... Ну, вон там я стою. Мы сидим, вот... Ну, сейчас через одно... Человек, да. Почему? Студенты? Я не знаю, что мы не только студенты, а не... Больше студентов, они едят на, там, ну... Двигают, обрисают, в районных учебах, домой, обрисают. Потом... Почему их здесь нет, я вот не понимаю. Мы писали в ваших группах... Ээээ... Эээ... 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 Почему их здесь нет, и мы это... Я не знаю. Пока, наверное, у нас просто все не отберут, наверное, никто и не видит. Я призываю всех просто объединяться, рассказывать об этих проблемах, эээ... Эээ... Говорить о том, что многие просто, может быть, не понимают, эээ... Выходить, объединяться, и только так, может, эээ... Как-то противостоять вот этой пигловской беспредельщине. Вот. Эээ... Все. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, для небольшого объявления приглашаем Бориса Ларча Висневского. Дорогие друзья, забыл сказать в конце выступления. Во вторник, 10 декабря, 18.30, в офисе Питерского Яблока, Шпалерная, дом 13, мы проводим круглый стол по транспортной реформе. Мы пригласили представителей Комитета по транспорту, разработчиков этой реформы, которые расскажут, что они хотят делать, ответить на вопросы. Будут садоклады, будут выступления. Мы ждем экспертов, ждем журналистов, ждем общественников. Нам не удается организовать парламентские слушания в Законодательном собрании на эту тему, хотя я несколько раз выступал с этой инициативой. Значит, мы сделаем это сами, устроим обсуждение этой реформы. Вход свободный. Приходите к нам. Вторник, 18.30, в Шпалерная, 13. Спасибо. Друзья, но мы продолжаем. Сейчас мы приглашаем на сцену Вадима Яцука, председателя Объединения Перевозчиков России по Ленинградской области. Встречайте. Доброе утро всем, кто пришел сюда. Доброе утро, потому что мы просыпаемся. Здравствуйте, граждане, которые пришли, стоят далеко. Спасибо, что вы сюда пришли. Это единственный наш шанс добиваться. Мы выходим не просить, не плакать о повышении тарифов. Мы должны требовать с нашей власти, требовать жестко выходить и говорить, это наш город. Это мы должны установить здесь тарифы. Мы должны здесь ездить бесплатно. Это мы с вами должны добиваться. В этом году в муниципальных выборах мы добились маленького чуда в маленьком округе Лесинос. Мы победители Единой России. Нас обокрали и мы снова добиваемся. Следующие выборы и каждое движение наших властей мы должны приходить и требовать. Требовать и требовать. Каждый день требовать и разъяснять нашим соседям, чего мы хотим. Их объяснять и привозить их сюда, за компанию. Потому что нас смотрит вот эта полиция и докладывает о том, сколько людей вышло недовольных. И если нас выходит мало, то нам придется выходить больше раз. Берите с собой всех, кого можно. Потому что только вместе мы сила. Только вместе и едиными. Не разбираясь отсюда флагов и жилетов. Мы должны выходить и требовать свое право жить. Требовать свою конституцию. Требовать правильной, честной смены властей. Потому как впереди следующие будут думские выборы. И следующий парламент будет определять снова, как мы будем жить. То, что мы упустили вчера, ладно. Давайте биться за наше завтра. Это наш город. Это наш город. Это наш город. Спасибо. Это наш город, дорогие друзья. Сейчас выходит на сцену экономист, представитель Левого фронта Дмитрий Мамилов. Пожалуйста, встречаем. Здравствуйте. Совершенно вопиющий, конечно, сейчас случай с тарифами. Но дело в том, что это только часть серьезного процесса. И я хотел бы обратить внимание на два момента, которые с этим связаны. Во-первых, это то, что начиная с 2014 года, случай совершенно особый. Я позже об этом расскажу. И второй момент. Это вот властная вертикаль. Нам все время говорят, что речь идет о каких-то разных карманах. А вообще-то, если выстроена властная вертикаль, то карман один. Давайте начну вот с этого как раз. То есть, что у нас происходит на федеральном уровне. Сейчас мы здесь говорим о тарифах, обо всем прочем. Нам говорят, что есть сложности с бюджетом. Но вот я заглянул на сайт Министерства финансов Российской Федерации. На этом сайте в свободном доступе. Правда, он очень запутанный, этот сайт. Там достаточно сложно найти, но все есть. В частности, есть прогноз на исполнение федерального бюджета на 1 ноября. Так вот, там доходы превышают расходы более чем на 3 триллиона рублей. Медведев, господин премьер, называет это все новой нормальностью. В 2015 году он выпустил статью на эту делу. А в чем состоит новая нормальность? В том, что в бюджете денег очень много. Триллионы рублей. Что касается околобюджетных организаций, денег очень много. То есть они строят башни из слоновой кости, чтобы отгородиться от всех этих проблем. То есть все это можно сделать. И вот идея бесплатного проезда, которая здесь была выдвинута, это вполне реалистично. Если вот взять, посмотреть вот эти карманы, куда они откладывают деньги для себя, и карманы, из которых финансируется все остальное. Это все можно объединить. Кстати, это относится и к пенсионной реформе тоже. То есть почему они считают, что пенсии должны платиться из пенсионного фонда, куда мы же их отчисляем работающие. А почему деньги от недр, налог на добычу полезных ископаемых, не мог бы, скажем, пойти на финансирование пенсий. Вот, это все вполне. Теперь, что касается особого случая. Что произошло в 2014 году? То есть статистика уже у нас считает год к году. А вообще-то все это дело надо считать к 2013 году. Пресловутый 2013 год. В 1913 году это был некий год отсечки, после которого началась империалистическая война. 2013 год тоже некий год отсечки. И после него тоже началась война. В принципе, эту войну можно обозначить как война с социальными завоеваниями, которые у нас сложились на этот момент. То есть это был пик. И с этого момента постоянно, год за годом, все эти социальные завоевания отнимаются. Это настоящая война. Ничуть не менее серьезная, чем реальные войны. И что же произошло? Вот вспомним это дело. То есть упали цены на нефть. Вслед за тем, как упали цены на нефть, изменился курс доллара. Его можно было не менять так существенно. Но это было сделано сознательно для того, чтобы бюджетные обязательства остались прежними. То есть если у нас рубль становится гораздо дешевле к доллару, то мы можем те же самые платить зарплаты и так далее. И у нас уменьшенное поступление денег от экспортеров, оно никак не сказывается на бюджете. Бюджет балансируется, все довольны. Владимир Путин поздравляет Дмитрия Медведева с тем, что они решили все проблемы, вставшие перед страной. Но дело в том, что низкий курс рубля – это же рост цен на весь импорт. А импорт – это все. Уже много раз говорили о том, что вплоть до семенного фонда в сельском хозяйстве все полностью импортное. И получается, что мы в разы по некоторым позициям получили рост цен. То есть это совершенно неописуемая ситуация. Статистика маскируется. Единственное, как это можно посмотреть, это можно заглянуть на сайт Росстата. И там публикуются цены на стандартные товары. Килограмм сахара и так далее. То есть мы смотрим, допустим, ситуацию 2013 года. И смотрим, как она менялась. И мы увидим, что это колоссально. А потом смотрим, как менялись зарплаты. То есть на пресс-конференции Медведев говорит о том, что рост реальных зарплат на 7%, может быть, к какому-то предыдущему месяцу и увеличились на 7%. Но нам Блумберг, нам ведь не говорят наши власти. Блумберг нам говорит, что 6 лет подряд у нас снижается. Действительно, если посмотреть, снижается. Просто там все спрятано. Но если постараться, все это видно. Вот. И поэтому я хочу сказать, что акцентировать еще раз внимание на том, что настоящая война, это война с нашими с вами социальными завоеваниями. Она идет очень серьезно. И к чему это приведет? Я не знаю. Но она пока не видно, чтобы она закончилась. Они моего? Спасибо большое. Друзья, я вижу, что многие начинают подмерзать. Поэтому вы вставаете поплотнее друг к другу, подтираете ручки, потопываете ножками. А мы постараемся дальше в темпе немножечко. Приглашаем сейчас на сцену Красимир Авранский, координатора движения Красивый Петербург. Друзья, всем здравствуйте. Я благодарен вам, что вы сегодня пришли. Благодарен всем тем организациям и партиям, которые объединились для того, чтобы защищать интересы горожан. Потому что повышение этих тарифов касается абсолютно каждого. Оркомитет, который сегодня организовал митинг, это тот же Оркомитет, который выступал летом за честные выборы, против фальсификации, за допуском всех кандидатов. Потому что мы все прекрасно понимали еще тогда, что человек, который придет нечестным путем, он будет, ну скажем так, работать не в интересах города и петербуржцев. И мы это видим, под Беглово все было сделано, чтобы написать ему подписи, всех неугодных кандидатов не допустить. Потом 8 сентября все сфальсифицировать. Они даже, просто вот сейчас рост тарифов, да, они даже тогда пиарились на том, что якобы снизили рост повышения тарифов на водоснабжение. Я помню это, они даже ролики снимали, посты писали. И вы не поверите, буквально вот вчера, позавчера, я опять увидел некий рекламный пост, что правительство Петербурга добилось снижения роста тарифов на водоснабжение. У меня такое чувство, что оно, вот эта величина, вот этот тариф на водоснабжение, который они все уменьшают, его повышение, да, он прямо профессионально росту шизофрении в нашем правительстве. Потому что они, наоборот, все повышают, а говорят всем, мы поднижаем. Ну, странные люди. И опять же, рост тарифов на капитальный ремонт. Друзья, сейчас мы платим 4-5 рубля за квадратный метр. Будем платить 8-9. Посчитайте каждый из вас, сколько у вас квадратных метров, и умножьте эту цифру на 5 рублей. И вы столько каждый месяц будете дополнительно платить. Это несколько сотен рублей. Насчет транспорта, нету никаких адекватных причин повышать его. Друзья, транспортная реформа. Опять же, они провели общественные сушники чисто формально. Они убирают сотни удобных маршрутов для дорожан, и вместо этого нам предлагают что-то непонятное. Когда мы свои предложения вносим, они их даже не хотят принимать. Опять же, что за ерунда? Насчет, опять же, тарифа эти. Транспортная реформа сказал. Транспорт на метро. За последние 20 лет тариф, ну скажем так, цена на метро повысилась в 11 раз. Наверное, ваши зарплаты тоже повысились в 11 раз. Но это совсем не так. На транспорт, вот я живу на Ленинском, у меня до сих пор ездят троллейбусы или автобусы, я не знаю, 70-е годы, наверное. Я не знаю, за что я должен платить выше и больше. К сожалению, это все принимается теми людьми, которые пришли нечестно на выборы и сейчас будут гравить народ. Поэтому, друзья, насчет предложения бесплатного транспорта, это реально. Таллин, маленькая Эстония, город Таллин, у них бесплатный проезд для жителей города. А почему Петербург, чем он хуже, чем мы хуже, что нас надо вот таким образом тратить? Наверное, терпелы, не знаю. В любом случае... Да, у нас есть уникальные люди. Друзья, поэтому наше требование в конце будет озвучено, но мы не признаем выборы, не признаем губернатора, который выбрался нечестным образом. Поэтому это не наш губернатор. Беглов не наш губернатор! Беглов не наш губернатор! Беглов не наш губернатор! Спасибо, друзья, что пришли. А, друзья, еще такой момент. Мы узнали из соцсетей, что кого-то на нашем митинге задержали. Мы, к сожалению, пока не знаем. А, знаешь, у меня просьба к полиции освободить людей, потому что они пришли на наш митинг, мы здесь организаторы. Полицию вообще даже никто не звал. Поэтому, друзья, отпустите, пожалуйста, задерживаемых. Пускай присоединятся к нам к митингу. Свободу заключенным! Свободу заключенным! Свободу заключенным! Дорогие друзья, задержали трех человек. Один из задержанных – это Максим Евстробов. Он был с плакатом «Чиновником бесплатной катафалки и губернатора под землю». Он говорит, что это посчитали за оскорбление власти. Поэтому давайте просконтируем с вами. Отпускай! 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 Здравствуйте, товарищи! Власти последовательно проводят неолиберальные реформы. Реформы жесткой экономии. Они заключаются в том, что власти поддерживают профицит бюджета, который совершенно бесполезен и заключается в дефиците частного сектора. Власти уже провели пенсионную реформу, совершенно неадекватную, поддерживающую и продолжающую российское ноу-хау. Единственная в мире страна Россия, Российская Федерация имеет регрессивную шкалу страховых взносов и пенсионного налогообложения. Россия уже провела реформу НДС. И вот теперь Россия проводит новую реформу. Она повышает тарифы. Она повышает тарифы до 18% и больше. В тот момент, как за три года, с зрением повышения тарифов, Россия имела только 9% инфляции рубля. Это превышает инфляцию в два раза и более. Нам говорят о том, что это может быть выгоднее. О том, что Санкт-Петербург может сократить дефицит бюджета города. Более чем на миллиард упадет его скорость падения бюджета города. Но, однако, 11 миллиардов рублей губернатор Бекунов проиграл на том, что он сделает с маршрутками в ближайший год. Кроме того, все мы знаем, что власти очень любят злоупотреблять таким термином, как средняя заработная плата. В этом году Росстат нарисовал среднюю заработную плату в 66 тысяч рублей. В свою очередь, модельная заработная плата для страны составляет в этом году всего лишь 23 тысячи рублей. Тогда как средняя составляет порядка 50. 3 года назад в Санкт-Петербурге модальная заработная плата составляла 17 тысяч рублей. И 3 года назад общий единый тариф проезда в Санкт-Петербурге через поездок в метро и бесконечно на общественном транспорте составлял уже порядка 4 тысяч рублей. То есть составлял примерно 1,5 от заработной платы модального, наиболее часто встречающегося жителя города-героя Санкт-Петербурга. Все мы понимаем, что это неправильно, что это неадекватно. Санкт-Петербург имеет огромнейший бюджет. Этот бюджет на одного петербуржца и жителя острова Котлин и так далее составляет в 5 раз большую сумму, чем бюджет для жителя Саратовской области. Если каждому жителю Санкт-Петербурга купить единый билет на целый год, то это даст ему все еще бюджет, превышающий бюджет на жителя Саратовской области в 4 раза. Мы не можем прожить ни на 5, ни на 4. Конечно, мы можем. Петербург наш город. Транспорт должен быть бесплатным. Не будет как в Талине, будет как в Сантьяго. Ура, товарищи! Питер — наш город! Питер — наш город! Питер — наш город! Питер — наш город! Спасибо! Спасибо большое! Друзья, мы сейчас приглашаем Евгения Мусина, представителя бессрочного протеста. Здравствуйте, друзья! Спасибо, что пришли. Извините, я по бумажке немножко зачитал. Я согласен и полностью поддерживаю все, что сказали предыдущие выступающие. Они очень прекрасно разложили всю схему вот этого беспредела от Беглова, от Смольного. Хочу напомнить, что Александр Беглов — ставленник Путина в Петербурге. И многие городские наши общественные и политические организации еще летом с началом предвыборных митингов признали результаты этих выборов нелегитимными. Прежде всего потому, что были массовыми встречами и группами, что они будут подтаскивать в наглую фору. Хочу сказать о легитимности. Если распространиться от академических формулировок — это либо мы молчим, и тогда мы продлеваем... Мы перейдем на фигуру, либо мы залчим, слипаем воду, участвуем в митинге, и тогда мы преподаваем фигуру. Хочется еще сказать пару слов о политзаключенных. Но, к сожалению, у нас их становится все больше. На сегодняшний день их около 300, можно сказать, только официально. Если учитывать другие формы репрессий, то их, я думаю, на порядок больше. Это, собственно, те люди, которые выходили раньше с нами на те же акции протеста. Их сейчас с нами нет, нам нужно их поддерживать. В Москве, Петербурге и в некоторых других городах стартовала общероссийская акция поддержки политзаключенных. В России должно быть ноль политзаключенных. У нас не надо пикеты. Каждая пятница, если вы даже боитесь постоять с блокадом, приходите просто, простойте рядом, посмотрите, как это происходит. На самом деле, ничего страшного. И приход каждого человека очень важен. Спасибо. Спасибо, Евгений. А сейчас на сцену приглашается представитель альянса независимых женщин, член Открытой России и координатор проекта объединенных демократов по Выборскому району Александра Бруссер. Пожалуйста, аплодисменты. Ну, я надеюсь, вы по мне не очень скучали, но в любом случае я опять здесь. Итак, очень бы хотелось отметить вот, что, во-первых, у нас, ну, я как член Открытой России, вы, наверное, читали, видели, слышали о том, что 14-го числа Открытая Россия объявила бойкот метро, поэтому бойкотируем, на метро не ездим, попытаемся сделать хотя бы так, нанести небольшой, ну, лучше большой ущерб за то, чтобы знали, что нельзя ни в коем случае идти против народа и повышать тарифы на все, на что им взбредет в голову. Также, также, еще что хотелось бы сказать. Ну, Петербург пусть меня простит, и болельщики Зенита пускай меня простят, но когда-то я жила в Москве и болею за Спартак. И вы знаете о том, что, ну, не надо кричать уже, я предупредила, извинилась, как бывший житель Москвы. Поэтому я в любом случае здесь, да, в Петербурге живу и соблюдаю все традиции и все-все-все. Но, что хотелось сказать, вы знаете, да, что не так давно у нас болельщиков Спартака задержали, сегодня должны были отпустить. Вот, ну, то есть, идет что? То есть, как маленький шарик, комочек катится, 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 превращается в большой снежный ком, который давит все на своем пути. Так и сейчас. Идут репрессии по, ну, по любому поводу просто. Люди боятся выходить сюда. Сюда пришли, ну, пришло не очень много людей, именно потому что многие боятся. Мне не так давно сказал один из оппозиционеров, известных вам всем, но он, ну, не буду называть его имя, ему создали проблемы с работой, у него нет работы, его постоянно, его даже с должности грузчика попросили, потому что он политически активный человек. И вот это вот все катится с нежным таким огромным безумным комом. Идут репрессии, вот, ну, ну, всякие разные. То есть, здесь задержали. За что? За то, что он сказал там какую-то кричалку? Ну, нельзя так. Нельзя так. И сегодня отпустить должны были. Ну, надеюсь, выпустили, ребят. Наш, как бы, самый гуманный суд в мире, да, сначала им дал 15 суток, потом с барского плеча подарил. Несколько суток, как бы, скинули. Они 7 суток отсидели, по-моему. Вот. Но в любом случае так нельзя. И люди боятся выходить вот на такие мероприятия, и некоторые считают, что, ну, чего, это ничего не изменит. Как не изменит? Мы пришли, завтра больше придет, еще больше придет. От нас ведь с вами, от каждого из нас зависит, что мы будем делать дальше, как мы будем жить дальше. Будем мы копейки сидеть, считать, да, или же мы будем нормально жить и с нормальной зарплатой. Вот тут говорили о том, что надо требовать, чтобы, вот, заключали договора трудовые, надо требовать, чтобы официально они 7 зарплату получали. Но люди, которые являются малыми предпринимателями, они тоже считают каждую копеечку, потому что огромные суммы им приходится тратить на налоги. Если они возьмут официально человека, они, на самом деле, они тоже теряют. Они готовы платить, они готовы что-то делать. Но у нас так все создано нашими единороссами, да, что все через одно место получается. Также наш Рио для меня это не губернатор. Для меня он до сих пор временно исполняющий обязанности, потому что так люди, которые по-хорошему относятся по-доброму к своему городу, но они так себя не ведут, они не повышают тарифы, они наоборот стараются для людей, а не против людей. Так он в прошлом году не смог разобраться со снегом, а в этом году, блин, он устраивает нам реформу транспортную. Да ё-моё, ты даже метро нормально открыть не можешь. У нас что с метро? Сначала мы это метро открыть должны были, потом перенесли это открытие на чуть-чуть. Потом, временно, как он там придумал это, запустили, ну якобы посмотреть, что получится, да. Ну и чего, поездили, они чуть-чуть посмотрели, что получилось в итоге. Открыли их, и блин, дождь по стенам течёт, течёт, течёт. Беговая эта метро бедная, Новокрестовская, всё ободранное, облезло. А ведь они были построены к чемпионату мира. Отстояли кое-как эти станции, да, иностранцев пропустили, всё, иностранцы уехали и всё. И ничего нет. Так вот, нам обязательно нужно показывать, что, ну, власть должна на нас работать, а не мы на них. Потому что, ну, а по-другому никак. Нас сейчас мало, я надеюсь, может быть холодно, может быть зима, Но с каждым днём нам должно выходить больше и требовать больше. Потому что мы должны отстаивать свои права обязательно. И вот эти вот временщики, которые приходят, они должны лететь пилком под замок. Потому что, ну, так нельзя. Мы должны в своём городе становиться хозяевами. Да, я приезжий человек, то есть я не коренной петербуржец. Но в любом случае, вот смотрите, эти же спартаковцы, они договорились о том, что в отместку они на сороковой минуте матча. Все болельщики, ведь не только спартаковские, что встанут в фан-зонах и уйдут. И они встали и ушли, и Зенит поддержал, и другие поддержали. И всё это дружно, и мирно, и все это сделали. И вот если мы, жители сейчас Петербурга, так же, допустим, устроим бойкот метро. Или, ну, я не знаю, ещё что-то сделаем, устроим, ну, массово. Тогда нас заметят, и тогда к нам прислушиваются. Потому что по-другому никак нельзя. Все обязательно приходите на митинги, приходите, приводите друзей. Я не знаю, отстаивайте свои права. Ну, у меня всё. Хорошего дня всем. Так, а у нас есть выступающее движение, гражданин Пушкин? Нет. В таком случае, дорогие друзья, хотелось бы сделать небольшое объявление. У кого есть возможность, по возможности максимально. У нас здесь есть коробочка для сбора средств. После митинга, пожалуйста, кто может, подходите. По возможности денежку можете в эту коробочку положить на благие цели. Спасибо за внимание. А сейчас на сцену приглашается депутат по муниципальному округу Литейный Сергей Трошин. Добрый день, добрый день, уважаемые петербургские, уважаемые жители. Вот солнце светит с Литейного округа и освещает нас здесь всех. Но, к сожалению, нас так мало, так мало нас пришло. Сейчас я ехал в метро до площади Ленина. И многие люди, я слышал все эти разговоры, говорили об этом повышении тарифов. Говорили, что это недопустимо, говорили, что это плохо. Но сколько мало людей сюда пришло? Вы, к сожалению, проглотили пенсионную реформу. Похоже, к сожалению, мы проглотим и повышение тарифов. Видимо, люди это не так важно оказывается. Если не важно, они не готовы ничего делать для этого. Они не готовы протестать. И потом на паперте готовы стоять с портянутой рукой. Вот это недопустимо. Нам надо вместе делать не только общественный протест. Нам надо, конечно, как в этом году прошедшие муниципальные выборы привели в центр города оппозиционных муниципалов. В Литейном округе от партии «Яблоко» из Брандска 11 депутатов из 20. Во Владимирском 12 из 20. В Смолнинском много. И мы начинаем уже менять ситуацию. И нас за это ненавидят. Вот мы прекрасно смотрим. Мы говорим, надо идти по европейскому пути. Конечно, в Талии был же бесплатный транспорт. Вы представляете? В Таллине бесплатный транспорт и во многих других городах Эстонии и других странах. По этому пути надо идти. Это совершенно очевидно. Ведь никогда. Они говорят, почему надо обрушать тарифы? Обосновывают это тем, что транспорт становится не рентабельным. Конечно! Общественный транспорт никогда не может быть рентабельным. Потому что он для людей. И вот сейчас мы в Литейном округе разработали потрясающий проект реконструкции Литейного проспекта. Значит, когда выделенная линия будет для трамваев, для общественного транспорта, для велодорожек, и власти нашего города делают все неправильно. Ну, все неправильно. Все урбанистические моменты нарушают. Надо понижать стоимость проезда. Они повышают. Надо улучшать комфортный проезд на общественном транспорте. Они его ухудшают. В итоге город забито задыхается в пробках. В итоге люди тратят свои последние деньги, чтобы проехать. И действительно у людей уже нет денег порой, чтобы доехать до какого-то другого места города. Это недопустимо. Эту ситуацию надо менять. И мы в Литейном округе пытаемся это сделать. А что благодаря этому они пытаются теперь нас распустить в центре города. Вот вы знаете ситуацию, да? В Литейном округе они сейчас три месяца говорят, что многие проводили собрания, хотящие собрания, и на этой основе думают нас распустить. За нашу политическую поездку. За то, что мы защищаем и поддерживаем фигурантов московского дела. За то, что мы приняли решение, что в кабинетах у нас нигде не будут везять портреты действующих политических деятелей, в том числе президента Путина, да? Чтобы не... Мы снимаемся с теми, значит... Понимаете? Мы пять собраний провели в совете, портрета не висела. Приходим на шестое, везет портрет Путина. Значит, пытаемся его открепить. Они его не только на гвоздик, они его на клей прикрепили. Мы кое-как его отодрали, конечно. Кстати, смотрите, следите. Есть такая группа в контакте с яблоком на литейном дом, все эти две записи есть. Поэтому мы боремся. А за это нас хотят распустить. Единственный муниципалитет в городе, который хотят распустить. Поэтому я прошу всех, и всех депутатов, всех муниципалитетов поддержать нас, чтобы мы в 2021 году должны объединиться и на выборах в законодательном собрании, чтобы оппозиция победила. И в законодательном собрании мы, конечно же, будем принимать другие законы. На благо жителей города. На то, чтобы действительно сделать общественное здание бесплатным, комфортным и удобным. Итак, вместе победим! Вы самые лучшие люди, что сюда пришли! Благодаря вам! Благодаря вашей энергии! И то, что вы расскажете другим, и других в это увлечете, мы сможем сделать наш город лучше. Петербург! Наш город! Я уверен, что мы победим! Давайте вместе бороться за наш город! Наш город! Это 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 наш город! И Литейный округ! Зачитимся, Литейный округ! Спасибо! Здравствуйте, дорогие товарищи! Сейчас я объявлю. На сцену приглашается экс-губернатор Камчатского края, секретарь Центрального комитета по идеологии Коммунистической партии Коммунисты России Машковцев Михаил Борисович! Поприветствую! Спасибо! Товарищи! Ну, все уже замерзли, уже почти все разошлись. В общем-то, у нас такие, получается, внутренние сиделки, сами друг друга уговариваем и говорим друг другу то, что каждый сам знает. Ну, раз уж собрались, и кто-то еще остался, я очень коротко и только по существу. Мы сегодня обсуждали две главные темы, хотя расползите, опять же, у меня осталось еще только о фигурном катании вчера, чтобы поговорить, и будет совсем здорово. Но все-таки две главные темы, ради которых собирались. И эти темы имеют очень разную сущность. Первое. Отмена маршрутных такси, маршруток. Это просто работа чиновников в основном, интеллектах, крупного капитала, крупных предпринимателей и владельцев транспортных компаний. Это не только удар по большинству рядовознений Петербурга. Это бьют даже на отмышки по мелким и средним предпринимателям. Потому что крупные вооружения хорошо заработают на этом. Ну, и абсолютно уверен, с теми, кто такое решение примет, хорошо поделятся. Все будут довольны. Кроме, конечно, граждан, которым придется по километрам ходить пешком. Но проблема-то еще и в том, что большие автобусы, которыми хотят заменить выкрихи, они просто не пройдут по тем улицам, где маршрутки ходят. Тут придется километра полтора идти до главных улиц. Это вот одна тема. И что делать? Бессмысленно этим чиновникам писать челобитные, жаловаться на них губернатору, президенту, прокурору, бессмысленно. За это уже за все уплачено. Что делать? Учиться у французов. Вот давайте учиться у французов, тогда у нас что-то получится. Приходим как в франции! Вот, примерно, да. Так. Ну, а вторая тема – это получение французного тарифа. Вот тут сущность совершенно другая. Ребята, это капитализм. У капитализма такая задача, такой принцип. Повышать цены непрерывно на все, пока люди могут платить. Как только появилась лишняя кофе, ее надо отобрать. И эту сущность капитализма не изменить. Можно только капитализм убрать. Но, скажу очень неприятную вещь, что мы капитализмом были превесами. 12 июня 1990 года 80% граждан России проголосовало за капитализм и за его представителя Ельцина. Поэтому бессмысленно говорить, давайте заменим одних начальников в другие. Давайте заменим Беглова на Смеглова, Медведева на Волкова и так далее. Капиталисты, пока будут у власти, какие бы у них ни были фамилии, ничего не изменится. Нужно менять капитализм на социализм. То есть к власти должны прийти социалисты по объявлению. Не важно, как... Еще раз говорю. Вот видите, вот еще. Молодец! Попал, однако! Стрелять! Стрелять умеет! Молодец, товарищ! Глядишь, может, теперь на баррикады когда-нибудь пойдет? Так вот, нужно менять капитализм на социализм. Представители и сторонников социализма, я не говорю, какой конкретно партии, приводить к власти, чтобы убрать капитализм. Другого пути к победе нет. Спасибо! Друзья, я попрошу уважительно относиться ко всем спикерам и не кидаться снежками в независимости от того, что... Слово имеет сказать каждый. Значит, я сейчас на сцену приглашаю муниципального депутата Виктора Майгера. Есть он? Виктора нет? Хорошо. Тогда мы приглашаем гражданского активиста Сергея Бонзина. Здравствуйте, друзья! Спасибо вам всем, что пришли. Стоите здесь. Поддерживаете нас. Самое главное, что я хотел сказать. Вот посмотрите, капитальный ремонт. Я у себя в доме, председатель Сайта. У меня смотрел, что нет капитального ремонта и сколько это стоит. То есть, это несопоставимые цифры. Повышение цен на транспорт также. Несопоставимые цифры. Маршрутки. Да, кто-то считает их признаком третьего мира. Но раз они есть, раз они появились, это тоже все не просто так. И если их убрать с рынка, это полностью отдать все в монополию. О чем это говорит? Это говорит о том, что все это ведет к тому, что люди, люди, которые сейчас захватили власть, они просто зарабатывают бабками. Им ничего не нужно. Им не нужны мы. Им не нужно социально ориентированное государство. Им нужны просто наши деньги. Пенсионные реформы. Это все, все к одному. И вот поймите, пока власть не будет легитимной, она никогда не будет принимать легитимные законы. Власть должна быть социально ориентированной. Власть это мы. Мы должны приходить и выбирать. И что я хочу сказать, самое главное. Вот за все вот эти законы, за все вот эти истории, скажите спасибо тем, кто не пошел на выборы, кто пришел, проголосовал за единую Россию и кто собирается сделать это в 2021 году. И если мы не будем никак на это влиять, не будем работать со своими соседями, мы ничего не изменим. Мы будем собираться здесь, нас будет меньше. Да, мы будем сильнее, но ждать очень долго. Надо сегодня брать своих соседей и друзей за руки, водить на митинге и показать, что этот город действительно наш. Это наш город. Это наш город. Здесь жить нам и нашим детям. Спасибо вам. Друзья, спасибо большое. Вы герои, что смогли выстоять столько на таком холоде. Мы сейчас завершаем наш митинг и хотели бы зачитать резолюцию. Спасибо. Да, дорогие друзья, вы все герои, потому что сегодня действительно, как говорится, не май месяц. И хотелось бы, да, прочитать резолюцию не просто митинга, а целой компании СтопТариф. Об этом я скажу после резолюции. Теперь, пожалуйста, слушаем внимательно. Необходимо будет после резолюции, после ее прочтения проголосовать. Мы, участники митинга СтопТариф, возмущены и уступаем против права представительства Санкт-Петербурга по резкому поднятию стоимости проезда на общественном транспорте, повышению платы за капремонт. Против транспортной реформы, которая может привести к монополизации рынка перевозок, что приведет к ухудшению качества предоставляемых услуг, снижению удобства для горожан и дальнейшему повышению тарифов на перевозке. Мы считаем эти меры неоправданными и антиобщественными, направленными на обогащение узких групп выгодоприобретателей за счет петербуржцев. Отмена маршрутных такси резко ухудшит качество предоставления услуг общественного транспорта для жителей города. Мы требуем отменить готовящиеся повышения стоимости проезда на общественном транспорте, повышение платы за капремонт. И мы требуем не проводить транспортную реформу в том виде, в котором она запланирована. Оптимизировать транспортную инфраструктуру, потоки общественного транспорта за счет повышения конкуренции между операторами и подрядчиками, повышения прозрачности при проведении тендеров, усиления и расширения мер контроля за работой общественного транспорта. Кто за принятие резолюции, пожалуйста, поднимите руки. Большинство. Дорогие друзья, хотелось бы напомнить, что митингстоп тариф это целая кампания, которая направлена на то, чтобы остановить людоедские антинародные реформы и на то, чтобы понизить статус единой России и псевдогубернатора Александра Петрова. Поэтому, пожалуйста, на этом все не заканчивается. Не хотим продвинуть преступникам их преступные законы, якобы реформы, и продолжаем бороться до самого конца. И у нас здесь есть коробочка по сбору денежных средств. У кого есть возможность, пожалуйста, подойдите и пожертвуйте, сколько вам не жалко на благие цели. Спасибо всем большое, что вы пришли. Вы настоящие герои! Спасибо. Друзья, митинг в Петербурге объявлен, что закончен. Спасибо всем, что смотрели, кто может делитесь трансляцией. Напомню, сегодня в Санкт-Петербурге на площади Ленина собрались движения политические партии, чтобы выразить свой протест против повышения тарифов. Благодарю всех за то, что вы смотрели. Распространяйте запись. Это была Активатика из Санкт-Петербурга. Всем всего доброго!